Бог увидел его тогда, когда сын еще не видел отчего дома. Что это значит? Это значит, что каждый вздох кающегося грешника не останется без награды. Быть может, внешние обстоятельства еще не переменились к лучшему. Ты не имеешь кров над головой. Ты чувствуешь себя ненужным в родной стране. Тебя давно оставили друзья, которых ты в сердцах назвал предателями. Может быть, они просто не хотели выносить безобразие твоей жизни. Но вот окружающий тебя хаос становится космосом. То, что распадалось под руками, начинает созидаться. И небо и земля уже другие, если ты решил твердо в сердце своем оставить запинавший тебя грех. Как говорят, в миру жизнь начинает улыбаться тебе. Ты чувствуешь десница Божья, простерта над тобою. Действительно, мир не без добрых людей. И наши слабые попытки к исправлению покаяния всегда будут встречены и поддержаны невидимой Божьей десницей. А дальше больше. Может быть, ты еще ничего не сделал доброго, не принес благих плодов покаяния в возмещение ущерба и разорения вчерашних проклятых дней. А Господь Бог уже рядом. Он обумает тебя, авансом отпущает тебя все лишь в награду за то, что ты стремишься к лучшему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. И здесь не только знак примиренности и сродненности, но еще и духовное таинство. Покаявшийся грешник, отступник от матери церкви, тот, кто на стороне далече расточил Богом данное богатство, возвращаясь к Отцу Небесному, всего прежде чувствует изменения в своих мыслях и в своем слове. Освящение, лапзание уст – знак возвращения Божьей благодати, некогда вдохнутый в лице Адама, знак освящения нашего слова, которое обнаруживает тайны души. И действительно, сквернословие, пошлое, низкое, гадкое речь, циничные выражения, употребление имени Господа Бога в суе, подчас одновременно с упоминанием Лукавого – это свойственно лишь тем, кто произвольно погибает и замерзает там, в царстве Лукавого и страстей его. Но если в тебе затеплилась искорка покаяния, если ты вновь начал хоть понемножку молиться, если для тебя, Господи помилуй, уже не присловие, а дыхание твоего сердца, ты уже никогда не сможешь употребить слово за слово нечистого, проклятого, мерзкого слова, которое является визитной карточкой жителя Ада. Отец Небесный призывает слуг своих и велит облечь сына в новую, лучшую одежду. Что это? Только знак внешней милости или таинственное преображение? Конечно, последнее. Наша душа имеет одеяние. И тот, кто изменяет своей жене, тот, кто ворует и считает, что иначе нельзя в этой стране, тот, кто вместе с гордостным превозношением ненавидит окружающих, признается сам в себе, как черным черно в нем самом, как тлеет, смердит сердце. Он признается в том, что носит какую-то рванину, какие-то истлевающие лохмотья, не прикрывающие ноготы его души. И, напротив, исповедь чистосердечная и полнокровная с вещанием посильного исправления имеет своим плодом чудную метаморфозу. Изменение Бог возвращает крещеному с детства человеку светоносные ризы праведности. Праведностью я называю не самодовольство, не осознание себя угодным Богу, но злототканные, нерукотворные одежды благодати, когда и верится, и плачется, и так легко-легко. И действительно сердце не обманешь. Человек, принявший посредством священника отпущение своих грехов, восстает с колен, целует крефты Евангелия и отходит от Исподи просветленный, как будто бы изнутри его озаряет некий таинственный источник света. И небо видится ему другим, и лица людей светлыми и радостными. И внутри себя он ощущает уже не раздирающие его противоречия, а гармонию, симфонию любви, правды и радости. И думаю, что лучше не говорить об этом и слушать, а испытать все на собственном опыте. Если будут грехи твои, якобы гряные, как снег убелю, если грехи будут, якобы червленные, как волну, одежду, шерсть барашка белоснежную, вот такую нежной и пушистой соделаю твою душу. Не хочу смерти грешника, но дабы обратиться и живу быть ему.